Всем здравствуйте! Сегодня у нас не совсем обычные планы на неделю. Помимо того, что мы с вами будем рассматривать, что мы будем шить и из каких тканей, мы еще проведем с вами розыгрыш для тех, кто участвует в марафоне. Поэтому сейчас давайте начнем именно с планов и продолжим розыгрыша. Немножко поменялись у нас планы на прошлой неделе. И на прошлой неделе в планах у нас был вот этот замечательный сарафан из джинса. Я вот опять его взяла с собой. Это будет сочетание двух джинсов. Джинс из интернет-магазина Атлас. Но он не только интернет-магазин, этот магазин еще есть физически в разных городах. В интернете вы можете посмотреть. Поэтому сарафанчик остается у нас в планах на эту неделю. Сейчас я немножечко сдвинусь и хочу сделать розыгрыш, потому что участники марафона ждут. Как я уже говорила, что у нас в розыгрыше такой скромный подарок. Но он, поверьте, от всей души. Это лен, это муслин и шифон бабл. Ножнички. Поскольку у нас подарок чисто символический, он у нас не ценный, поэтому и розыгрыш мы проведем тоже в домашних условиях. Мы не будем прибегать к каким-то заумным, подборам и так далее. У меня в коробке написаны листики с номерами телефонов и с именами тех, кто участвует в марафоне. Поэтому я сейчас вот с коробочки высыпаю все, перемешиваю. Могу приоткрыть несколько листиков, но буду закрывать первые циферки, чтобы вы видели, что здесь у нас нет одного номера телефона. И потом путем выбора, случайного выбора, мы с вами, ну давайте, где внутри что-то достану, выберем, кто же все-таки получит этот подарок скромный. Значит, я сейчас вот размешиваю. Буду смотреть специально в кадр. То есть я не буду даже опускать глаза вниз. И вот листик, ну вот какой я взяла. А тут у меня, кстати, он не один. Поэтому мне придется, ну вот какой-то сейчас выбрать. Ну пускай будет тот, который в правой руке. И теперь открываем. Мы с вами свяжемся, узнаем ваш адрес и отправим вам подарок. Цифры здесь последние 12.78. И это Наталья. Поздравляю вас. То есть этот листик мы убираем в сторону. Можем еще открыть несколько листиков, чтобы вы убедились, что здесь абсолютно, абсолютно все разные и телефоны, и имена. Поэтому вот таким образом я все убираю, все листики. Убираю в сторону подарок с телефоном. И дальше продолжим с вами смотреть планы на неделю. Также мы с вами будем шить вот такое вот платье. Оно летнее, легкое. Платье будем шить изо льна. Лен цвета электрик. Немножечко стрейчевый. Очень красивый цвет. Вот яркий, сочный, просто замечательный. И вот такое платье в виде баллона. Что я хочу в этом платье? Ну, пишите, как вы хотите, как вы считаете. Можно сделать рукав вточной, можно сделать рукав цельнокроеный. Я хочу сделать скругленный вырез горловины. Ну, я больше всего такие вырезы люблю. Потом цельнокроеное платье будет, я имею в виду, вот здесь не будет разрезаться. Разрезать мы его будем только вот здесь у нас будет разрез. Все остальное это декоративные строчки. Значит, декоративная строчка будет идти по серединочке, по линии низа. Я хочу сделать отступ, ну, наверное, сантиметров 10. И по линии там, где мы будем разрезать. Моделировать мы с вами будем таким образом, что у нас платье будет идти как бы на расширение. А вот здесь оно не будет и сужаться, будет более такой спрямленный. Ну, покажем. Заузить, кстати, можем. Посмотрим, как мы будем моделировать. Выточки нагрудные. И карманы, я тоже думаю, что можно сделать такие, чтобы вот этим вот декоративным швом просто пришить мешковинки изнутри и оформить вход в карман. И еще раз повторюсь, тоже декоративная строчка будет и по линии горловины, и по середине. Какой будет цвет, ну, мы еще подумаем, посмотрим. Пишите, как вы считаете, какой нужен цвет. Но он должен быть ярким. Он должен четко выделяться. А мы уже, ну, как бы будем принимать решение. У меня есть уже предпочтение, желание. Ну, мы еще послушаем ваше мнение. Также я хочу сделать вот такое вот платье, шить. Здесь будет у нас цельнокроенный рукав, манжеты по линии низа, в виде лодочки сделать горловину, кулиску по линии талии. И здесь кулиска может быть как отрезная, так и просто пришивная. То есть это может быть цельнокроенная деталь и спинки, и полочки. А кулиска нашиваться поверх. Мы уже такое платье подобное шили. Оно очень хорошее, очень классное, легкое. Я имею в виду, что в нем хорошо находиться, комфортно и удобно. И выполнить карманы в боковых швах. То есть вот такое вот платьице тоже будет замечательное. Для пошива этого платья мы будем использовать плательную ткань. Вискоза. Насколько я помню, вискоза. Могу ошибаться. Она у нас из магазина Тори ткани. Ссылочку тоже вам оставим в описании. При обзоре ткани я рассказывала ширину ткани. Полтора метра, если не ошибаюсь. И говорила о производителе. Мягкая, легкая вискоза. Замечательный цвет. Цвет кирпично. Ну, кирпичный. Можно сказать, что он какой-то кирпично-оранжевый оттенок. И горошины. Они не абсолютно круглые. Они неправильной формы. Поэтому и даже размер здесь разный. Очень привлекательный и замечательный оттенок. Я такой оттенок люблю. Уже не первый раз с этими оттенками работаю. Поэтому я думаю, что он тоже многим подойдет. Итак, три изделия в планах. Ссылки на ткани в описании. Кто хочет с нами повторить вещи, пожалуйста, будем повторять, моделировать и шить.